Дизайнерские будни продолжаются, с вами Станислав Орехов, сегодня будем говорить о нашей планировке, о нашумевшем проекте в алых парусах, футуристический проект, кому-то он нравится, кому-то не нравится. Сегодня мы посмотрим на него в разрезе планировочных решений, как они были сделаны застройщиком и как мы в итоге поменяли, то есть зачем нужен труд дизайнера, сейчас будет наглядно видно и понятно. Итак, это вот обмеры, которые мы получили в самом начале, для того, чтобы проанализировать, как сделали хорошо, нужно посмотреть, как было. Мы входили вот здесь, вот это у нас зона была первая, небольшой тамбур, здесь достаточно сложный такой вот уголочек непонятный. Дальше все помещение, вообще вся планировка получается сделана из боковой, под 45 градусов повернутой поверхности и дальше вот у нас есть три эркера и дальше у нас клеточками идут много разрушений. В принципе, они здесь даже описаны, показаны и самое вот печальное, да, вот эти вот зоны, когда вот такие вот остаются уголки, то, что обеспечивает как раз-таки некачественный дизайн, а качественный дизайн таких допусков избегает. То есть ни в коем случае не нужно, чтобы были вот такие вот боковые поверхности, ни в коем случае не надо делать, чтобы были такие вот закрутки, которые непонятно вообще, как использовать в целом жизни. Вот здесь это все, конечно, не работает и задача дизайнера такого не допускать. Поэтому мы работаем с чем имеем, да, вот эту вот зону, она у нас в любом случае есть, поэтому мы должны каким-то образом развивать всю нашу планировку и вообще все идеи, связанные с этой темой. Давайте быстро посмотрим, останавливаться не будем, у нас здесь много маленьких клетушечек. У нас есть наименование, есть тамбур, холл, санузел, гардеробная, центральная зона, центральная зона 1, 2, 3, коридор, санузел и так далее. То есть вот много зон сделано таким образом, что в принципе здесь правильно показана здесь зона с отдыхом и основная зона здесь. Хорошо, этот вариант клиенту, естественно, не подошел, он обратился к нам и давайте посмотрим, что и как мы сделали, каким образом создали планировочное решение этого проекта. И почему мы так сделали. Итак, мы заходим, вот этот тамбур мы не трогаем, потому что это получается такое общедомовое какое-то пространство. Вот мы как бы его не трогаем, оказывается, что мы начинаем работать именно вот с этого. Не всегда это становится очевидно, но всегда можно спросить у застройщика, на какой стадии мы находимся и что можно и нужно использовать, а что лучше не трогать. Дальше вот эту вот боковую стену мы использовали как единую плоскость. У нас получается из коридора такой как бы приветственной зоны мы попадаем на кухню. Напоминаю, что вот стояк у нас здесь, конечно же, мы не можем его в центр вывести, но мы можем использовать эту зону, эта зона там коридора. По закону мы имеем право и возможность переместить сюда санузел и делаем это, в принципе, без каких-то проблем, потому что позволяет сюда перенести все коммуникации. Ну, не такое большое расстояние, там около двух метров. В принципе, мы это делаем здесь достаточно успешно, используя стяжку, используя трубы и необходимый механизм, который все прорабатывается. Самая главная вещь, которую мы делаем, это делаем центральную зону, когда мы имеем центральный элемент, это всегда положительный эффект получается, потому что у нас становится центральная зона как бы неким стержнем и вокруг него происходит действие. То есть мы можем зайти на кухню слева, справа, через гостиную, люди могут проходить в разных направлениях и это очень классно. Также у нас появляется большой гардероб, вот такую вот всю вот эту зону с этим углом мы занимаем под гардеробную при входе и дальше здесь постирочные какие-то еще дополнительные элементы. Здесь места хранения, сервер, если нужно, тоже может быть использована, большая-большая такая зона. При этом у нас никаким образом вот эта стена не мешает, потому что она является боковой стеной, задней стеной вот этого вот общего пространства. Покажу, как мы сделали общее пространство, вот как оно выглядит. В центре у нас получается пилон, такой центральный, который является несущей конструкцией, несущим элементом. Вокруг него мы сделали камин, чтобы казалось, что как будто он здесь не случайно, да, облицевали его ониксом. Сейчас я на визуализации, кто еще не видел, покажу, как это выглядит. И он становится еще одной такой зоной, вокруг которой можно ходить. То есть вот она еще одна зона, такая же, как и здесь. То есть совет какой тем, кто смотрит, кто изучает и кто делает проекты, как можно больше вот таких вот круговых решений получать. Еще одно круговое решение, вокруг дивана мы можем ходить, еще одно круговое движение вокруг стола. И, ну вот здесь вот, да, кстати, вокруг стойки тоже можно. Чем больше у вас возможных круговых движений, естественно, тем лучше. Понятно, что в маленьких квартирах это невозможно сделать, но стараться тоже можно. И если, допустим, где-то можно вынести какую-то либо стойку по центру, я покажу в других проектах, как мы это делали, когда можно будет вокруг нее тоже ходить, либо использовать какой-то центральный элемент, и вокруг него образуется пространство. Это просто добавляет дополнительной площади. Визуально, да, это более качественный, более дорогой дизайн. Поэтому из советов делать элементы, вокруг которых можно обходить, это всегда полезно и всегда приятно. Что еще? Давайте посмотрим, пока это сотру, и покажу вам некоторые зоны, да, которые у нас используются. Естественно, те зоны, вокруг которых мы ходим, они являются очень полезными и очень важными в плане функций. То есть мы используем функции. Давайте посмотрим, какие здесь должны быть функции, естественно. Ну, функция хранения мы сказали, да, она где-то сбоку как раз-таки. Значит, функция просто какая-то презентабельная здесь для того, чтобы, когда мы идем, мы идем на красивое, мы видим центральную такую консольку, и сбоку, слева, справа красивое здесь кресло. То есть вот это вот декоративная, скажем так, больше функция для эстетики. То есть можно было здесь сделать большой-большой еще шкаф, вполне, если такая необходимость была. Но шкафа у нас достаточно, поэтому мы не делали. То есть в другом случае, возможно, это имело смысл быть, поставить такой шкаф. Здесь же была сделана декоративная функция. То есть тут мы тоже должны понимать очень четко и ясно, какая у нас задача стоит перед нами. Больше функциональная зона, больше декоративная. К этой квартире было много претензий, да, людей, которые сказали, я бы здесь не жил. Напоминаю, что она не для жизни, она для больше какого-то отдыха, для тусовок. В общем, поэтому здесь такая задача. Но, тем не менее, все равно здесь нужно оставаться и все функции, которые у нас в стандартной квартире, тоже должны присутствовать. Итак, какие у нас функции? Мы знаем, что мы заходим, нам нужно где-то присесть. Какой-то должен быть тамбур, чтобы гостям можно было разместиться и не пересекаться, да, чтобы не в сторонке стоять, а вот все вместе. Вот видите, зона номер один для сиденья, зона номер два для сиденья, можно посмотреть, как это все выглядит, ну, себя можно в отражении посмотреть, можно посмотреть себя в отражении. Здесь тоже шкаф, который открывается и все абсолютно шубы, куртки, пальто и все остальное, любой компании практически можно разместить в этом гардеробе. То есть это здорово. Здесь получается зона основная, да, и здесь зона такая декоративная. Что дальше? Дальше при входе, конечно же, должен быть санузел. Это не только в этой квартире, это всегда. Все квартиры, все планировки делаются примерно одинаково. Это как раз-таки я хочу акцентировать внимание на том, что многие говорят, что вот как делать дизайн, надо придумывать и креативить. На самом деле нет. Нет, если ты знаешь правила, которые я говорю от планировки к планировке, которым я в том числе обучаю наших студентов на курсе, когда ты заходишь, у тебя нужно одеться, раздеться. Дальше у тебя санузел, дальше у тебя кухня занести продукты, дальше у тебя зона с гостями, столовая, ну и дальше приватная зона. В принципе ничего сложного, ты делаешь 1, 2, 3, 4, 5 и так до 10 и у тебя получается качественно гармоничная планировка. В чем сложность? Мы спросим и сложность заключается в том, чтобы знать все эти вещи, которые делаются, знать какие предметы тоже необходимы и уметь это разместить. С учетом норм эргономики и знаний ограничений технических, которые накладываются в данном конкретном жиловом комплексе, а также с нормами инженерии, что можно делать, а что нельзя. Вот как бы это учится как таблица умножения и таким образом дизайн становится из дисциплины, которая подразумевает какую-то фантазию и музу вдохновения, она переходит в простую понятную тему, к которой можно обучиться. Именно так мы и делаем. Вот вы в принципе сейчас на этом видео, сейчас тоже многому чему я думаю научитесь. Итак, следующая тема это то, что должен быть санузелом. Санузел состоит из нескольких элементов. Это естественно унитаз, раковина и душ может быть. Вот у нас там три элемента. Окей. Также если есть возможность, везде мы добавляем помимо функционала декоративную функцию. Декоративная функция добавляется дополнительно и здесь это функция, которая позволяет смотреть из санузла, из душа, а вот душ, прошу прощения, вот он конечно, на основную зону. То есть оттуда не видно через аквариум, а мы видим, что там происходит, что тоже прикольно и интересно. Дальше мы заходим на кухню. Здесь кухня небольшая, она не для готовки, она больше там принести, сделать какие-то бутерброды, накрытие, какой-то кейтеринг, что-то такое. В общем не очень она заметная и не очень большая, не для готовки. Тоже такая была задача. Здесь можно там остановиться, выпить, присесть, тоже прикольно. И здесь вот такая встроенная зона, холодильник, шкафы и так далее. То есть таким образом готовить в принципе так особо негде, ну и особо и не нужно. Так, с этим разборались. С кухней тоже справитесь. Я сейчас не обращаю даже внимания вот на такие вот элементы, которые являются уже отличительной чертой там в этой квартире. И дизайна, то есть да, где мы делаем дизайн, мы конечно это тоже обводим. Но допустим мы пока не знаем какой будет дизайн, мы на самом деле и не знали, да, это уже планировка итоговая. Но поэтому мы это просто добавили в наш изначальный дизайн, который не протерпел изменения по планировке и который уже стал в дальнейшем обрастать вот этими вот интересными концептуальными гипсовыми элементами, за которыми прячется светодиодная подсветка, которую все любят или наоборот говорят, что это пылесборник. Так, хорошо, сходили на кухню, на кухню размещаем по необходимости. Если хозяйка готовит, то много места должно быть естественно. Если хозяйка не готовит, либо там нет хозяйки, все привозят, то места мало и это тоже нормально, то есть больше такую как бы праздничную кухню. Иногда в домах делают кухню для хозяйки, общую, да, такую как элемент декора и кухню черную, где готовят, ну так называемые, да, которые используются уже для того, чтобы, ну по факту там готовить, там хорошие профессиональные вытяжки стоят, оборудование, плита и все остальное. То есть оно и не загрязняет и в общем-то там все делается и сюда выносится уже готовое. Там разогреть кофе, попить, эту кухню используют для общения и для такого вот базовой приема пищи. Дальше, мы попадаем в главную гостиную, центральную зону. Ключевое здесь это диван. Диван всегда это такой вот центр, его ни в коем случае не нужно двигать ни к одной из стен, желательно, чтобы он был по центру. Если такой возможности нет, постарайтесь найти. Ну мы сейчас говорим не об эконом-вариантах, да, сейчас многие скажут, ой, у нас там места не хватает. Мы говорим все-таки о том, если мы делаем дизайн, я рекомендую делать эконом-плюс, бизнес и премиум проекты, да, там с минимумом 80 с плюсом метров. Там всегда есть такая возможность не маститься к стене, а сделать нечто более интересное. Ну если мы говорим о дизайне, есть такие люди, которые заказывают, да, и даже если вы себе делаете, либо делаете с клиентами, у которых мало финансовых возможностей, то это, я думаю, поправимо. Если вы сможете и научитесь тем принципам, которые я рассказываю, то тогда вы можете их предлагать принципам тем клиентам, которые вы хотите, и тогда они у вас и будут заказывать. Поэтому я знаю, что многие напишут в комментариях, что так не делается, это очень странно, сложно, но на самом деле такова задача, это работа дизайнера. Знать задачу и уметь ее решать. Так вот, здесь задача разместить качественно красивый диван, он размещен, никаких здесь проблем нет. Почему он получился восьмиугольником? Ну вот такая вот идея дизайнера, что семиугольники здесь везде повсюду, такие вот используются. Поэтому можно здесь, как элемент стиля, такой диван подошел тоже. И столик, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестиугольники, не восьмиугольники. Так, что еще? Дополнительно появляется место, всегда рекомендую делать дополнительное место за диваном. Здесь диван сам по себе интересный, да, потому что ты можешь сидеть здесь, и другая часть гостей может сидеть здесь. То есть как будто диван за круглым столом. Я сейчас интересовал людей, условно так. Люди как будто общаются, они здесь могут играть там в какие-то настольные игры, выпивать, отдыхать и что-то еще, делать, что необходимо. И видеть друг друга, это всегда здорово. И плюс к этому еще есть дополнительное место, да, на котором человек сидит и смотрит либо на людей на диване, либо вот сюда в барную стойку он смотрит, либо людей, которые там сидят дополнительно здесь за столом, да, и сообщаются, они тоже могут сидеть. То есть такая зона наблюдательный пункт. Также он может повернуться, смотреть в окна, смотреть на кальян. Здесь вот кальян расположен, то есть абсолютно какой-то пункт контроля и здесь. То есть такая, можно сказать, будка для контроля. Тоже очень интересное место, при этом оно вращается. Вот такие места желательно находить, какие-то пересечения. Да, еще раз покажу, сейчас как это работает. Как их находить? Очень просто. Ищем самое такое интересное место, откуда открываются самые прикольные виды. Кстати, для чего делать 3D, в том числе для этого. Мы можем камерой просто в 3D постоять, посмотреть, где какие виды открываются. И расположить либо кушетку, либо стульчик, либо кресло, либо диван. Так, чтобы это было интересно взору. То есть такое стратегическое место. Вот оно получается. И его мы тоже размещаем. И оно получается как такой дополнительный арт-объект. То есть это все не просто так. И как арт-объект, и как зона, в которой интересно. Следующая зона, это зона бара. Здесь может быть, если какие-то тусовки проходят, приглашенный бармен. А также здесь может сам хозяин. Угощать либо хозяйка. Ну то есть по-разному, в зависимости от того, какая здесь тусовка проходит. Здесь тоже можно отдельно разместиться. Здесь, кстати, большой плюс, что в общем-то, как бы зоны, они совмещены, но с другой стороны и разъединены. Так обычно бывает, когда приходит большая компания. Есть мужчины, женщины, там по интересам. Кто-то здесь, допустим, в карты играет. Кто-то здесь там телевизор смотрит, в караоке поет. То есть некоторые зоны должны быть. Они вроде как и вместе, вроде как отдельно. Потому что все равно люди разбредаются по интересам. Кто-то тут будет кальян, кто-то в баре будет сидеть. Поэтому вот так. Значит, какой здесь совет, рекомендации? Используем в гостиной. Всю гостиную мы делим не на общую, какой-то танцпол должен быть, а несколько разных зон, в которые разместятся разные люди. Каждая зона со своим освещением, со своими эффектами, которые присущи именно каждой зоне. То есть каждую зону можно здесь проектировать, можно сказать, как отдельную какую-то мини-комнату. При этом нужно учитывать всегда, чтобы они были совмещены. Это задача дизайнера всегда делать так, чтобы, когда дом, допустим, большой проектируется, тоже у нас должны быть все разные зоны, но при этом объединены какой-то идеей. И вопрос, зачем вот эта волна, которая у нас там большая идет. Это и есть объединяющая идея. То есть несмотря на то, что все зоны разные, оно все объединяется. Что дальше? При этом обращаю внимание, что планировка в принципе не особо сложная. То есть у нас всего одна зона, здесь вот центральная, а все остальное это открытое пространство. И удачно разъединено получается на разные зоны. Что здесь? Здесь мы видим такую вот большую стену. Когда идет большая стена, ее как-то надо декорировать. Как это сделать обычно? Можно сделать либо шкафчики, туда поставить какие-то сувениры. В данном случае у нас сделана здесь внутрь подсветка и стена как будто тоже излучает свет. То есть получается она декорирована. Всегда когда большие стены, можно картины повесить, можно поставить какие-то сувениры. Можно саму стену сделать немного рельефно. Это тоже придаст что-то интересное. Поэтому большую стену мы декорируем. Что дальше? Дальше мы попадаем в зону отдыха. И здесь вот самое важное, самое главное разделить эту зону. Здесь у нас сдвигающаяся дверь, которая наглухо здесь закрывается. И вот эта зона по сути получается достаточно шумоизолированная, приватная. То есть здесь может быть тусовка какая-то, а здесь мы закрылись и как будто находимся в другом мире, в другой квартире. Это тоже такая очень интересная особенность. То есть всегда по максимуму желательно делить зоны общественную и частные, где происходит отдых и общение. Вот общение, здесь отдых. Здесь в этой части в принципе каких-то особенностей я думаю нет. Вот используется как гостевая кабинет. Перечислять тут особо смысла нет. Как обычно еще один, там детская гостевая кабинет может быть. Здесь зона ванны, комната, есть душ, унитаз, две раковины и ванна. То есть в принципе нормальная такая зона для обслуживания вот этой комнаты и вот этой. Еще одна дополнительная комната, либо тоже детская, либо кабинет, либо что-то еще. То есть в принципе квартира она казалось бы такая вот какая-то непонятная и для тусовок. С другой стороны мы имеем возможность либо три гостевые здесь устроить, либо там три детских, либо две детских кабинет. То есть она в принципе вполне перестраивается под что угодно без изменения каких-то сложных здесь конструкций. Поэтому функционально здесь все продумано. Это очень важно. Вне зависимости от того какой вы дизайн делаете, думайте всегда о том, чтобы все это дело и в дальнейшем работало. Даже при продаже, при смене жильцов это имеет смысл. Особенно если вы делаете инвест проекта, это тоже стоит учесть. Это будет большим плюсом. Заходим в основную зону. Ну основная зона здесь конечно же всегда очень интересная, прикольная. Это зона, здесь сауна, джакузи, в коридорчик вынесено. То есть все здесь согласовывается, все нормально, потому что здесь там зона санузлов, коридоров, гардероб. Мы входим в гардероб и попадаем в зону ванной комнаты. А здесь получается жилая комната. Здесь вот места много, поэтому сделали вот такую круглую кровать. Клиенту понравилось, круглый джакузи и различные усилительные здесь темы, которые помогают в том числе отдыхать как следует. Соответственно здесь дверь и вся эта тема закрывается. Вот такая планировка, можно посмотреть. Ну и конечно давайте в завершении покажу, как это все в жизни выглядит. Многие уже видели. Ну и еще раз покажу по традиции, как мы делали и как оно вышло, как оно получилось. Планировка. Основная зона. Столовая, барная зона. Диван. Здесь выход в санузел. Вот это вот стратегическое место, откуда все видно. Получается наблюдательный пункт. Зона, где встречает гостей. Мы видим, очень интересно, что просмотр идет туда. В даль мы можем смотреть на горизонт. И здесь тоже мы смотрим в дальний горизонт. И здесь отражение. Здесь не просто отражение, если бы была просто стена, было бы, ну наверное, не очень здорово. Здесь можно посмотреться, да, там в полный рост. А здесь такая хаотичная игра в мозаику, вот такая вот специальная, то есть чтобы получился интересный эффект. При этом этот эффект здесь же отражается в зеркале без эффекта. Дверь практически скрыта, то есть она никак не мешает. Вот интересные вот эти вот лучи, такие как жабры получаются. В эту же тему мы подбираем уже всю мебель материала. Какие-то здесь такие хаотичные поверхности, формы необычные. Колтое стекло. Здесь в качестве дизайна. Оникс здесь и здесь на кухне. Такой футуристический получается, как будто зона, где происходит добыча энергии. Камин. Санузел. Несмотря на такую вот кажущуюся безбашенность, в принципе все удобно, функционально. И весьма неплохо. Необычно, по крайней мере, на это все смотрится и вызывает эмоции. Тут в принципе такая и была задача, по максимуму вызвать эмоции. В сауна даже поместилось. Так, ну давайте промотаем дальше. Можете зайти по ссылке, посмотреть более детально. Да, кстати, кабинет, видите, совершенно обычный. Просто 3D панели. Здесь ничего такого необычного не делали. Все четко, просто и понятно. Да, кабинет, который может быть и гостевой, и детский, и чем угодно. В принципе, вопросов здесь не вызывает. При этом виды тоже такие интересные открываются. Так, еще одна комната, да, с эффектом. Здесь уже, в принципе, мы простыми способами, простыми дизайнерскими какими-то приемами. Да, вот, допустим, шкафы и вот потолок обыгрывается. Тоже интересные такие подушечки из ткани и кожи на стене. Также текстиль. Ну, необычные предметы мебели. Конечно, тут покупаются, они здесь нужны обязательно. Ну, нельзя пойти здесь в Икеа, да, что-то похожее купить. Здесь делается все практически так вот индивидуально. Детская комната, при этом морской теме вполне допустимо. Так, ну и санузел. Здесь не оникс, тут решили немножко сэкономить. Это плиты такие большие с керамогранитом, но с таким рисунком, в принципе, неплохим. И тоже имеет место быть и в общей стилистике. Так, ну, собственно, фотографии и реализации. Есть видео, есть фотки. Это уже фотографии пошли. Поэтому нет ничего невозможного. Но все начинается с хорошей планировки, с функционализован, с понимания того, что и как делается, как это должно выглядеть, как это должно работать. С понимания вообще, как происходит и что будет происходить по функциям. Когда вы все это сделаете, тогда у вас будет хороший качественный дизайн. Не вот это, то, что мы смотрели и придумывали, а вот нечто подобное. И тогда все остальное уже будет нанизываться на этот скелет, потому что все продумано и все сделано. То есть дальше уже задача другая. Это подбор мебели, материалов и соединение графических концепций, графических каких-то подач. В общем, это уже задача больше декоративно-прикладного характера. Весь дизайн закладывается на планировки. Половина дизайна. Больше его и правильная половина. Если вы хотите всему этому научиться, то приходите к нам на курс по дизайну. Я буду работать с вами. Научу вас мыслить именно так, как должно быть мыслить. И научу делать именно такие планировки и дальше стать дизайнером и зарабатывать. Если хотите сделать проект, то можете заказать у нас в студии, либо у одного из наших студентов, который в принципе тоже с этим справится. Но может быть не с таким объемом и сложностью, но с базовыми проектами точно справится. Если не справится, то смогут спросить у нас. Итак, становитесь дизайнером, делайте проекты, обращайтесь к нам, учитесь. Это видео у нас одно из обучающих материалов в нашем курсе по дизайну. Ну и также оно будет, я думаю, в открытом доступе, поэтому вы тоже можете посмотреть и приобщиться к этой интересной, качественной, прибыльной профессии. И захотеть ее воплотить, возможно, когда-нибудь у себя, либо в доме, либо для своих клиентов. На этом сегодня все. С вами был Санислав Орехов. До связи. Пока.